вот кое-что покажу вот грит лампа 15 ватт от одного качер когда нет никаких конденсаторов нигде резонансных вот параллельно съемный резонансный конденсатор он отключен земля частота качера 855 килогерц над сантеной теперь подключу резонансный конденсатор лампа горит ярко если выключу пушку она вообще не горит от качера это мне давно известно что когда параллельно съемный резонансный конденсатор загорелась он отключился вот его подключаю не горит резонансный конденсатор закорачивает конец катушки потому что выщеток уже то самое что короткое замыкание он для высокочастотного тока но зато горит ярко подпушкуло сильно это вот катер могу отключить включить пушку нет одного пушкула при резонансной частоте но ярко горит если крутить плавно вот это многооборотным резистором так вот видно такие органы так качера не подключен вот посмотрю это видимо на затвор наводки наводится и обратно это из импульсов скважинность вот посмотрю вот показывает частоту от поля 28 кГц скважинность скважинность показывает 51% ну ладно теперь посмотрю на затворе транзисторов какая скважинность т.к. 23% здоровьем 44% почему так слабо горит ладно включена чистоту 28 килогерц теперь немножко подкручу чтобы но сердце что там такого происходит что она вот так ярко загорается частота поменялась теперь 30 килогерц возможно наводки от обратной адс меняют влияет на генератора не меняя чистоту сложность 44 процента чисто 30 килогерц у меня же этот многооборотная плавно он не может так что его я чувством подрегулирует он так сильно полоси частота не может вот как тут в 27 килогерц и на затворе тоже 28 спитать 9 я положу камеру это теперь не могу одной рукой это делать попробую покрутить чистоту посмотреть вот тут теперь 30 запятая семнадцать килогерц 30 запятая 36 33 там а вот у 29 запятая 60 теперь 20 запятая 8 тут наводки просто-напросто обратно его 27 килогерц показывает хочу и чуть-чуть подкрутил только ваших слабо горит ламп этот многооборот но он так не должна сильно упасть вот и опять ту же самую сторону подкрутил 29 килогерц 30 килогерц это наводки на генераторе они частоту изменяют поэтому поэтому генератор возможно желательно делать на отмега или как он там называется на цифровом и там ничего не будет плавать чистота тут вот плавает пышку лан импульсов видимо обратные на из от наводок тем более вот эти конденсаторы от которых частота они тоже видимо ловят симпульсом или на лучшее к платье припаян она туда не могу подстраивать не мог бы подстраивать а вот качер включая таких изменений так что видимо может нужно как-то возможно даже вот через вот эти проводики идут наводки вот через вот вот этот сигнальный провод идет наводкой на пышку может даже если и экранируя во всю эту микросхемку в железную коробку положу так все равно может будет приходить наводки вот через этот провод поэтому нужно по идее эти транзистор тоже железную коробку поставить и экранировать чтобы никаких наводок не шумно но возможно даже если это сделать все равно от пышку от коллектора переходит наводки на тот обратный импульс отсюда идут до генератора наберутся и сперва до ключи доберутся потом через них всякие емкости наберутся и до генератора ну и вот если убрать этот резонансный конденсатор тогда вот уже показывал на еле еле горит тут возможно потребление тоже вот по школы 1 ампер малая вот в кунчукаджер вот в кунчукаджер сильнее загорается вот в кунчукаджер сильнее загорается то есть табиску было в кунчукаджер а в кунчукаджер ок в кунчукадж и а возможно тут на горшке надо мотать большие витков и этот зазор убрать потому что этот зазор наводкин делает так что не знаю как там может быть стабильность бутылки если она элементарные наводки ловит и меняет свою частоту такси да какой смысл эти многооборотные ставить там все может и работает от наводок руслана там наводки как-то сами там себя зацепляют поэтому чем больше наводок будет ловить тем лучше будет работать а а а Вот таким вот способом заэкранировать пушкул. Отключу теперь резонансный конденсатор. Вот 30 кГц, теперь буду. Вот что-то там якобы я отверткой крутил, не деревянный. Вот могу и покрутить деревянный все равно то самое. Я уже думаю, что этот экран ничего не поможет. Немножко покрутил. Вот я в ту же самую сторону крутил. И частота меняется. Теперь по часовой стрелке буду крутить. Кручу постоянно по часовой стрелке. Теперь вот не кручу. Кручу. Не кручу. Ладно, тут тоже пробую найти место, где притухнет лампа. Попробую показать на эстилографии что-то будет происходить. Вот на стоке коллектора там наверное самое лучшее. Или можно не на стоке. Одно из обмоток это и пошпула. Только тут негде зацепить. Тут и дно за плюс зацепить, чтобы как-то. Вот не можно, тогда на стоке будет. Традистр один за минус цепляю. Один за минус за минус. Другой вот за сток. Вот будем смотреть, что тут творится. Катчер отключен. Тут делители один к десяти. Типа это вот такая размытое сильно. Прямоугольники тут возможно это вот неровность. Это нужно отрегулировать. Тут щупа сциллографа вот. Даже там. Ладно, я заодно покажу как надо отрегулировать. А теперь нужно плюс отключить и подключить на прямоугольный сигнал. Генератор можно на драйвер подключить. Может на сигнал генератор проще. Вот тут тоже зацепить. Не очень нахожу, где тут можно зацепить. Вроде бы вот тут можно. Потому что они должны быть чистые прямоугольники. Ну вот по сути такие неплохие. Вот деление какое. Вот тут на другом делении они более такие нормальные. На каждом делении еще немножко по-другому все. Поэтому очень точно не отрегулируют. Там уже надо деление саморегулировать. Вот я кручу. Вот регулируется амплитуда. Вот этот конденсатор переменной. И вот эти вот печки нужно было бы убрать там. Может быть резистором каким-то там. Ну либо там где внутри вот тут нужно было бы подобрать. Но уже не будут разбирать. Вот такие остренькие. Они не должны быть. Это говорит что не отрегулирован правильный осциллограф. Ну тут уже такой остариот. Ничего страшного что они видны. Ой. Я насколько смотрел у других тоже они есть. У которых там цифровые осциллографы. Так что от них избавиться видимо не так просто. Но более-менее нормальные. Только вот я пониже частоту. Иногда бывает на низких частотах. Очень нехорошие они бывают. Ну вроде бы более-менее нормальные. Можно еще посмотреть на высокую частоту. Вот что они такие размытые. Это потому что деление очень мало. Потому что тут чуть-чуть один к десятью. Теперь вот попробую подключить на драйвер. Там посмотреть прямоугольники. Прямые угольники. Уже быстро закончится запись. Еще девять минут осталось. Там она сама выключится. Вот тут на драйвере сигнал. Ну тоже самое. Вот это вообще-то вот эта неровность можно вырегулировать. Чтоб они были ровные. Только вот я боюсь, что на очень низких частотах они могут быть. Вот так очень слишком большой наклон иметь. Исказить всю суть как бы. Но я на очень низких частотах все равно как бы не работаю. Потом может это и не страшно. Там возможно еще какой-то потенциометр стоял, который я заизолировал изолентой. Сейчас тут повысю и фронты посмотрю. Вот какие крутые фронты. Одна микросекунда, одна клетка. Я уже хотел показать, что на стоке творится. А то сейчас забуду показать. Ну вот на этом транзисторе стоки. А тут на драйвере должны быть покруче импульс. А теперь зеленье поменять надо. Чтоб может вдруг там ничего не сгорело. Так. Окошку пол ампера потребляет. Теперь частоту если поменять. выросла на 2 ампера. 31 кГц. 30 кГц. Вот 2 ампера примерно. Теперь на стоке. А я показывал, кажется уже на стоке. Вот такие выбросы идут большие. У меня еще этот самодельный гонератор немножко фонит. там импульсы дает. Поэтому труднее засинхронизировать осциллограф. Вот это включен транзистор. А то выключается. Идет выброс обратный АДС. И затухание. Какая-то их затухание частота. 3,5 мГц. Ну и вот эти затухания и выбросы видимо наводят на схему наводки. Поэтому она меняет чистоту. Продолжение следует.